Книга «Открытым оком», том 9, тема суды, вопрос 2211. Вы говорите всегда, что нужно быть благодарным не только Богу, но и людям, даже за самое малое их добро по отношению к нам. Но вот вы выиграли все четыре процесса против безбожных властей. Как вы сумели отблагодарить судей, которые хотя вам и не подыгрывали, но все-таки все процессы были не простые, а политические, и так благополучно закончились вашей победой? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Больших людей трудно благодарить, но в то же время и просто. Трудно, потому что они богатые, и их не удивишь и богатыми дарами. А у меня нет ничего, кроме минимальной пенсии в 800 рублей на сентябрь 2003 года. И легко, потому что они редко слышат божественное и всегда так искренне рады, когда к ним по-человечески и от сердечной радости передаешь благодарность самую незначительную. Вот судей-то благодарить труднее всего. До окончания суда нельзя, как бы ни было истрактовано как взятка. А после суда тебя уже завихрило и след простыл. Но я и тут ухитрился отблагодарить вот так. Цитата. В Краевую коллегию суда. В Квалификационную комиссию. Мне приходится очень много судиться с безбожными властями и их клевретами. Когда я, как политзаключенный, православный христианин, вернулся из лагеря, то стал добиваться возврата всего, что было похищено у меня по указке КГБ. Стоимость всей созданной в новую религиозной фонотеки оценивалась в 11 миллиардов рублей. Через 11 лет суд присудил мне одну двухсотую часть всего. После этого на меня устроили травлю коммунисты во главе с Петренко ВС и подключили для этого СМИ. Участвовали в травле МК на Алтае и ГТРК Алтае. Четыре процесса по защите чести и достоинства и деловой репутации я полностью выиграл. Помогли Чубуков СК, Сухарева ТП и Михайлова ТА, судья Центрального районного суда. О ней и хочу сказать. Она закончила трехлетний процесс против ГТРК 12 марта 2003 года. Это дело, его окончание можно взять в учебники для молодых, кто хочет жить честно и быть настоящим судьей. На суде чрезвычайно много всегда нареканий везде. За их продажность, их зависимость, их безмозглость. Вот как Бог в Библии свидетельствует против судей. Книга пророка Сафония, 3 глава, 3 стих. Судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Книга пророка Михея, 3 глава, 5 стих. Кто ничего не кладет им в рот, против того объявляет войну. Псалом 57, 2-4 стихи. Подлинно ли правду говорите вы, судьи? И справедливо судите, сыны человеческие. Беззаконие составляете в сердце, кладите на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Мы все молились до самых окраин Америки и Москвы, что Бог дал мудрого судью. И вот все в руках этой маленькой женщины. Что она может сделать против таких монстров, как КПРФ, ГТРК, секты американские. И всюду принаглые и злобные ложе свидетели. Да дай ты ей, Господи, добрые мысли, чтобы она распутала этот змеиный клубок сговорившихся клеветников и рассеи ложь безбожных лиходеев. И она поняла все и им не поверила, этим лже свидетелям и поносителям истины. Это великое чудо, чудо наших дней. Не знаю, какие существуют формы поощрения и нужно ли вот так выделять этот факт, так как по сути-то она ничего особенного и не сделала. Просто на фоне безумства нашей видней и множества несправедливых решений в судах, ее поступок так контрастен, да и выводы в решении суда у нее безупречно хороши. Но нужно все-таки этот факт зафиксировать и давать ей сложные процессы и продвигать Татьяну Александровну вот на такие непростые споры. Как непросто одолеть злодеев? И кто решится на это, если Бог не даст мужества? Книга пророка Сераха, 8 глава, 6 стих. Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду. Чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою. Хотя ей достался уже облегченный вариант, так как краевая коллегия под председательством Параскун ТИ уже дала направление, как первая инстанция должна окончить расследование. Но все-таки какая госпожа Михайлова молодец! Да, воздаст ей Бог милостями своими, отметьте ее обязательно, мы об этом молимся все! Ее телефон 354405 Любит, не любит, таинственно губы шепчут, срывая губя лепестки. Гадают о счастье несчастные люди, как знать, может, правда полюбит, простит. Рвут одуванчики или ромашку, но любит ли Бог нарушителей слова? Когда всем ветрам и грехам нараспашку, когда искусителя принять готовы? Любящий Бога, умея ненавидеть зло, зарождение зла и злодея, таким чувствованием не бойся обидеть того, кто у дьявола вечный подельник. Люби, не играя любовью, как сексом, умея жалеть и врага своего. Законом Христовым натянута сетка, от мыслей москитов бросай их в огонь. Умея ненавидеть все то, что мешает, быть верным Иисусу библейским словам, Слышать уметь, и не только ушами, рассматривая надвое все пополам. Любить, не любить, вопроси Иегову, он Бог, и во свете священных словес Суметь рассмотреть, что сокрыто под кровом, вначале предвидеть, какой там конец. Любить, ненавидеть, любить, ненавидеть, Шуршат лепестки, книги, главы, стихи, Когда Дух Святой наше сердце приидет, Осветит, отделит от мира стихи. Был вечер, но будет когда-то и утро, Совет твой оценит и не друг не добрый, В росе у советника черные кудри, Пятится тень по ступеням, что кобра. Бог любит живущих, премудро и чисто, С ним рядом разбойник, но благоразумный, Слезой раскаяния, росинка искрится, Мир плюнет в глаза и ославит разутым. 2 июля 2004 год, Игнатий Лапкин